Пока Амиран занимается, я побегу по делам. У меня есть три часа и мне надо поработать. Как раз пройду, как всегда, 10 километров. Сейчас иду по площади поэзии. Площадь поэзии, конечно, выглядит для тех, кто не был в Харькове давно, очень грустно и уныло. Вот в таких вот мешках и без Гоголя и без Пушкина. Мне кажется, это уже не площадь поэзии, а площадь мешков с песком. Ну, в принципе, постамент, естественно, надо сохранить, потому что здесь дореволюционный постамент и чтобы его не посекло осколками. Как говорят, что когда закончатся военные действия, то сюда вернут Пушкина на противоположную сторону Гоголя. Ну, по крайней мере, я слышала так. Я сейчас иду, а здесь смотрю, опять люди стоят, что-то раздают. Я очень отвыкла вообще от того, чтобы увидеть где-то очереди за гуманитаркой. Это необычно. Ну, слава богу, что хоть где-то людям дают какие-то вещи. Может быть, деткам маленьким, не знаю. Ну, может быть, и не только маленькие, может, и лекарства дают такое, может быть. В общем, что-то раздают. Я хотела спросить у женщины, но уже не стала, потому что сейчас люди настолько напуганы, растеряны. Некоторые озлоблены, к сожалению. Поэтому... Что там спрашивать? И так всё понятно. Что-то дают. Слава богу, что хоть что-то людям выдают. Потому что, я уже говорила, я помню, когда реально давали гуманитарную помощь в марте 2022 года, в апреле. Мне давали и памперсы, и питание. Я это всё показывала на канале, всё, что давали. Я ходила, брала ещё. Давали хлеб для соседки, курицу давали для знакомой тоже. Так вот, сейчас не то, что гуманитарки, а у людей отменяют социальные выплаты. У нас были выплаты для ППО, внутренне перемещенные особы. Это те, кто переезжал с одного города в другой, вынужденные бешенцы. В другой город Украины им платили 2000 на взрослого и 3 на ребёнка. Сейчас это всё отменяют с 1 марта. Это мне люди рассказывают, подписчики, что у них больше не будет выплат. И сзади меня, кстати, стоит сейчас машина возле храма. Две с венками. И я так понимаю, сейчас кого-то отпевают в храме. Похоронные машины. Груз 200. Видите, венки. И кого-то в храме отпевают. Так что вот такая вот наша реальность. Харамас мне всегда говорит, когда вот я хожу и говорю, ой, там похороны. Идём к другой стороне. И он говорит, что есть такая старая примета, такая старая поверье, что похороны встретить, это как бы к удаче. Ну, естественно, это ужасно. Царство небесное пухом земля. Но плохо, когда свадьбу встречаешь. Когда свадьбу встречаешь, это к неудаче. Ну, в общем, вот так. А вы слышали про такое? Возможно, это чтобы я не боялась, он так говорит. Такое тоже может быть. Сейчас вам покажу, где я стою. Вместо фонтана снежок. Вместо водички. Не, ну понятно, что он и в мирное время был выключен, когда зима не работал. Так, конечно, хочется, чтобы наконец-то наступил мир. И работали фонтаны, был детский смех, радость и счастливые лица людей. Знаете, мне рассказывала бабушка, что когда наступил 45-й год, люди узнали, что война окончена. Люди бегали. Кстати, я об этом даже читала в дневнике Александры Шляховой. Кто со мной давно на канале? Те помнят, как я читала в дневнике Александры Шляховой, девушки, проживавшие в оккупации в городе Харькове? И когда узнали, что война окончена, сообщили об этом, то люди просто бегали, это же все так передавалось. Не было телевизора, да, но я имею в виду телевидение, как сейчас, интернета. Это все было вот как, во-первых, об этом объявили по радио, а во-вторых, люди бегали и друг другу просто говорили, война закончилась, война закончилась. И совершенно чужие люди обнимали друг друга и плакали. Знаете, вот я этого, ну, когда раньше об этом рассказывали, там и моя бабушка, и прабабушка, и мы этого не понимали. И теперь я, когда себе это представляю, мне кажется, будет точно же так, потому что люди будут настолько счастливы, что будут просто бегать и обнимать друг друга, и поздравлять с тем, что наконец-то наступил мир и война окончена. Не все это сейчас поймут, я знаю, что очень много зрителей, кто понимает вообще, о чем я говорю и разделяет сейчас со мной мое состояние. В общем, ушла я на приличное расстояние, а теперь переживаю, у меня аж там амиран остался. Ой, такие нервы, все на нервах. Никаких успокоительных я не пью, живу как есть, кто-то таблетки пьет, я ничего не принимаю. Так, мы уже дома, вернулись мы с занятий, конечно, вернулись, и здесь был такой вообще кошмар, кошмар, что сейчас об этом чуть попозже. В общем, у нас чуть дом не взорвался, представляете вообще, я сейчас не шучу ни на секунду, это страшно. Так, сейчас расскажу, что было на занятиях, пока не забыла, мне даже сбросили, ну, у нас там есть группа, сбросили видео, как детки танцевали, играли. В группе 20, короче, завтра будет около 30 человек. 30 человек в группе, это садик такой, который работает 3 часа, 3-3,5 часа. То есть, детки там не спят, детки там не кушают, кушать надо давать с собой, сок, банан, печенье, ну, такое что-то на перекус. То есть, получается, в 10.30 приходят, в 2 часа уже заканчивается. Можно забрать час, во сколько заберут, во столько заберут. Они там занимаются, они там рисуют, в общем, там есть разные занятия. Некоторые мамы сказали то, что они ходят с осени. Ну, я не знала то, что у нас такое есть. А, еще что интересно, одна мама говорила то, что они живут на Салтовке, где-то на Героев труда, и у них тоже есть такой же садик вот бесплатный. Ну, там очередь на 150 человек вперед. То есть, туда попасть вообще невозможно. Очень много детей, а здесь так сложилось, что такой райончик. По всей видимости, у нас здесь детей не очень много. Ну, а может быть, они ходят куда-то в другие места. Ну, вот так вот. Хорошо. Пока что Амирану понравилось, он сегодня танцевал. Сейчас я добавлю видео и посмотрите в конце этого видео. Не переключайтесь, я потом добавлю. Так, немного у меня сегодня такой день какой-то. Утром было волнительно, а потом вообще какой-то кошмар. В общем, что было? Мы вернулись с Амираном домой. Быстренько прибежали, чтобы обедать. Он был голодный, я ему с собой ничего не давала. В общем, прибежали мы домой, и у нас в подъезде страшно воняло газом. Я смотрю, стоит газовая служба. Я поднимаюсь на этажи, вообще гарю, газом. Что происходит? Я звоню Вале, говорю, что происходит? Я не знаю. Я спускаюсь к этим газовщикам. Они бьют по всем этажам, по трубам, какими-то приборами меряют. В общем, колотят молотками. Я не понимаю, что. Я начинаю спрашивать. Они говорят, девушка с верхнего этажа вызвала газовую службу. Я говорю, а что случилось? Мы, типа, сейчас будем все проверять, все исследовать. А потом говорят, что у нас есть один дедушка в подъезде, который, к сожалению, поставил чайник на огонь и забыл. И ушел. И ушел на улицу. В общем, такая история. Знаете, такие истории. И чайник, я так поняла, сгорел, залил газ. Газ шел. В общем, весь подъезд в газу. А мы же не можем окна открыть. То есть, весь газ, он с первого этажа поднялся на последние этажи подъезда. Окна у нас заколочены очень толстым ДСП. Нигде ничего не открывается. Нам же до сих пор в подъезде окна не поменяли. Нигде ничего не открывается. И, ну, такая, конечно, проблема. Потому что они говорят, ну, если мы сейчас выбьем вам там, да, это ДСП, сломаем, то обратно мы его не будем забивать. А у нас очень огромные такие окна в подъезде. Кстати, я открыла подъездную дверь на первом этаже. Ну, я не знаю. Ну, знаете, вот газ весь ушел на верхние этажи. И вот это, что я на первом этаже открыла, оно как-то не помогает. Что делать, вообще непонятно. Так, слава Богу, хоть нашли этот чайник. А так бы весь дом вообще взорвался. Ну, вот так вот с газом нужно быть всегда осторожным. Всегда. Потому что я знаю одну женщину, которая, я все время говорю, не делайте так, не делайте так. Значит, я к ней прихожу, она курицу, допустим, ставит или суп на огонь. И уходит в магазин. Говорит, я ненадолго. А у меня пока здесь все сварится. Она считает, что она два дела сделает сразу. Ну, то есть, пока варится суп или курица, она сходит в магазин. Но это очень, очень чревато. Не делайте так. Я так никогда в жизни не делаю. Я считаю, что с газом, ты когда уходишь из дома, простите. Вообще, когда мы уходим из дома, да, надо газ перекрывать. Для чего у нас этот вентиль? Чтобы перекрывать газ. Ну, я не знаю, я так с детства воспитана, что с газом нужно быть очень аккуратным. Когда с родителями жила, мы когда уходили, мы все переключали. Когда я сама начала жить с рамазом, мы тоже все время только уходили, газ перекрывали. Сейчас мы живем, уходим, газ перекрываем. А вот так вот, вот смотрите, может же случиться все что угодно. Может вода выкипеть, залить газ. Может, сейчас у нас военное время. Может, на несколько минут, на какое-то время быть перекрыта подача газа. Ну, все что угодно может быть. А потом опять, то есть, он потухнет на печке. А потом опять газ включат, и он, ну, то есть, это очень опасно, так нельзя делать. Вот сейчас я вам прочитала лекцию с газом, как обращаться, да. Лекция Танечки. В общем, я просто рассказываю то, что есть. Кстати, что у нас сделали газовщики. Они решили, что если они приехали, там такая бригада опытных газовщиков, ну, в три человека, или три, или четыре. Значит, они на каждом этаже проверили, у нас дом старый, вентили. Там вентили 54 года. Они не откручиваются. Там на каждой квартире, на этажах, в подъезде, должен перекрываться газ. Он не перекрывается. В общем, они там что-то делали. Сейчас вообще возле нашей квартиры разбили все. Поменяли вентиль в подъезде на этот газ. Стучат по всем трубам. В общем, они уже, наверное, часа... Я не знаю, сколько. Часа два точно. Может быть, и два с половиной. Это же хорошо, что соседка... То есть, получается, я ушла, вообще ничего не воняло с амираном. А когда мы вернулись, это же хорошо, что соседка какая-то вернулась домой. Ну, вернее, я знаю, какая, слава богу. И позвонила в газовую службу. И хорошо, что все хорошо закончилось. И так вот, знаете, и без войны может дом рвануть на воздух. Газовый дом. Дом, который подведен к газу, это все очень опасно. Так что нам там сейчас все поменяют. Уже если приехали. Вот так вот работают коммунальные службы в городе Харькове. Их вызвали на одну проблему. Они ее сразу же нашли, у кого был газ включен. И могли бы и уехать, но нет. Они проверили каждый этаж. Вот так вот добросовестно и ответственно подошли к своей работе. Честно говоря, это просто молодцы. Надо пойти спросить, может им хоть чаю сделать, предложить. Потому что слышу, что они там еще стучат, уже долго работают. Так все, друзья. Сейчас добавлю видео с Амираном. Не забывайте подписаться на канал. Всем хорошего дня. Хорошего настроения. Мирного неба. Крепкого здоровья. Всем доброй, мирной ночи. Главное, чтобы ночь прошла тихо и спокойно. Внучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за ребенку. Внучка. Это желания, у нас покажи. Есть еврейины, где пока! То едва проходит, молодцы. Ну, построьтесь выше и вообще-то. Основной техтер chart. Ремонgga, сделали соб Herrn Крепфор. Эти Prefer nesteа тихо и директора он мне четко дляoyu рода. Я запрошу, конечно, а пес описании. Внучка, собственно, ее поживает. prosperousaux dinero. Продолжение следует...